Анна Ахматова Но она продолжала жить и радостно, и горестно, не утрачивая всегда свойственной ей величавости и гордой уверенности в великой силе поэтического слова. Детские годы Анечки, дочери флотского инженера Андрея Горенко, прошли здесь, под сенью царскосельских аллей, в местах, воспетых Пушкиным. И на протяжении всей своей жизни она неоднократно будет обращаться к творчеству великого поэта. Впоследствии Аня Горенко возьмет литературный псевдоним по фамилии бабушки и станет Анной Ахматовой. Аня Горенко Я чувствовала смутный страх пред этой девушкой воспетой, играли на ее плечах лучи скудеющего света. И как могла я ей простить восторг твоей хвалы влюбленной? Смотри, ей весело грустить, такой нарядно обнаженной. 1909 год Именно в этом году Анна принимает официальное предложение своего давнего поклонника Николая Гумилева стать его женой. Гумилев молодой, но уже известный в литературных кругах поэт. Его стихи публикуются в модных журналах. Он идейный вдохновитель нового литературного течения, акмеизма. Это название произошло от греческого слова «акме» – высшая степень, цветение. Цветущая пора. Узнав о том, что его молодая жена тоже пишет стихи, Гумилев не придал тому значения. Кто же в те годы не пробовал себя на поэтическом поприще? Но вскоре он был вынужден изменить свое мнение. В свадебное путешествие молодые отправляются в Париж. Город поэтов, художников, музыкантов. Столица мира, живущая в бешеном ритме развлечений. Каким же далеким показался он Ахматовой, когда по возвращении они приезжают жить в маленькое тверское поместье матери Гумилева – Слепневу. Целый день провела у окошка и томилась, скорей бы, гроза. Раз у дикой затравленной кошки я заметил такие глаза. Верно, тот, кого ждешь, не вернется. И последние сроки прошли, душный зной, словно олова льется от небес до иссохшей земли. Ты тоской только сердце измучишь, глядя в серую тусклую мглу. И мне кажется, вдруг замеучишь, изгибаясь на грязном полу. Под этим стихотворением стоит дата – 1911 год. Но вскоре Ахматова привыкает к этой спокойной, размеренной жизни. Она даже начинает ей нравиться. Здесь, в Слепнево, Ахматовой было написано около 60 стихотворений. Начало 20 века. Позднее этот период назовут Серебряным веком русской поэзии. Временем, которое подарило целый ряд имен, что составляют теперь славу отечественной литературы. В 1912 году в известном петербургском поэтическом кафе «Бродячая собака» Анна Ахматова с успехом выступает с чтением своих стихов. Окололитературный мир с огромным вниманием слушается в голос молодого поэта. Ее талант не оспорим. Так в русской литературе появляется новое имя. Имя, которому суждено будет стать символом времени и несгибаемого гражданского мужества. В эти годы Ахматова знакомится со многими из тех, кто потом отразится в зеркалах ее поэмы без героя. Молодой, рано погибший поэт Всеволод Князев, верная подруга Коломбина десятых годов Ольга Глебова-Судейкина, маг и мэтр русского символизма Вячеслав Иванов, поэт Михаил Кузьмин, художник Константин Сомов, выведенный в поэме под именем Драперута Всеволод Мирхольд, поэт Александр Блок Иосиф Мандельштам, художник Борис Анреп и его друг Николай Недоброво, которому посвящено знаменитое Ахматовское стихотворение.